Всем привет! Снова я здесь. Посмотрите, я практически исправляюсь в плане частоты видео. Стараюсь снимать намного чаще и смотреть в камеру. Сегодня, ну, наверное, сейчас перед этим видео у нас получился некоторый перерыв, но не двухмесячный и не трехмесячный, как было раньше. Потому что у меня есть кое-что интересное, что я хочу вам показать. Это, наверное, одно из видео, которое у меня здесь на канале Катя Гусе пользуется успехом. И это видео из серии распаковок, распаковки сумок Hermes. У меня в Instagram обязательно подпишитесь, Катя Гусе, я оставлю ссылку внизу. Был уже небольшой тизер, что я собираюсь распаковывать. Для тех, кто не знает, я персональный фэшн-стилист. У меня есть в Instagram, как я уже сказала, профиль Катя Гусе, где можно увидеть многие вещи, которые я показываю здесь у себя на YouTube-канале. Уже, собственно, в луках, в стилизациях, причем в разных, да, потому что одни и те же вещи я использую довольно-таки часто. Особенно те сумки, например, которые я показываю на своем YouTube. Вот, собственно, я надеюсь, что кто не подписан, подпишется и вам будет интересно. Вот, ну а для тех, кто подписан, вы, наверное, уже знаете, что сумки Hermes – это моя некая такая страсть. Я извиняюсь, что я все время поправляю свои волосы. Мне просто в последнее время вообще не очень нравится, как они покрашены и как они лежат. Но поскольку сейчас лето и будет много поездок на море, я думаю, поэтому мне не очень хочется их красить, чтобы не травмировать их лишний раз перед тем, как на них будет воздействовать солнце и соленая вода. Хотя для этого есть специальный спрей, который защищает наши волосы от солнца. Но разговор сейчас не об этом. В общем, сумки Hermes. Мой guilty pleasure. Я извиняюсь, что говорю по-английски, но мне иногда это очень нравится. Кстати, не забыли, что у нас всегда есть с вами какой-нибудь маленький напиток, чин-чинь, который сопровождает нашу беседу. Обычно это кофе, но поскольку сейчас уже начало 6 вечера и на улице очень-очень жарко, я решила выпить воды с лимонным соком и со льдом. Так что, чин-чинь за ваше здоровье и за классные покупки. В общем, эта распаковка будет посвящена сумке, которая была моим подарком, частью моего подарка на день рождения. То есть, скажем так, я тоже частично поимела отношение к этому подарку. То есть, это мой подарок тебе и частично от мужа. В общем, такой коллективный подарок от моей семьи и от меня, для меня любимый на мой день рождения. Собственно, вот пакет. Я не уверена, что пакет именно от этой сумки, потому что сейчас для распаковки я взяла один из пакетов, которые у меня есть. Они, в принципе, плюс-минус все одинаковые. Сумку я уже носила, я уже с ней ходила. Поэтому это не совсем прям-таки истинная распаковка. Вот прям из магазина нет. Уже она была распакована, уже даже частично на ней нет пленок. Но я решила еще раз ее для вас запаковать практически, как она запакована в бутике. Вот. Вот. Чтобы это все сделать красиво. В общем, кто знаком с сумками Hermes, тот, наверное, уже может догадаться, какого размера сумка здесь. Вот именно, когда коробка не квадратная, а когда она удлиненная. Загадывайтесь? Ну, в общем, сейчас интрига скоро откроется. Да, на этой сумке есть наклейка, что характерно для сумок, купленных в России. Ну, в частности, в Москве. Эта сумка куплена в московском бутике Hermes. Соответственно, у нее есть наклейка. А! Наверное, там было видно, что написана какая-то сумка. Ну, ладно. Неважно, все равно сейчас увидим. В общем, распаковываем, да? Подниму повыше, чтобы вам было видно. Потом объясню вам свой выбор. Почему именно такую сумку я решила приобрести? Потому что эту сумку покупала я не сама в бутике. Соответственно, у меня был некий выбор, да? И почему я сделала именно такой выбор? Потому что в бутике у тебя часто выбор нет. Ты берешь, что тебе дают, если тебе вообще что-либо дают. А в данном случае у меня был выбор, потому что я покупала у очень trustable, так сказать, проверенного, доверенного, крутого реселлера. Также у сумки есть различные аутентификации с Запада, из Америки в том числе. Вот, в общем-то, пыльник. Сейчас посмотрим, что внутри у сумки. Это у нас, как это называется, rain cover. То есть, это дождевик для сумки. Да, у Келли и Биркинов. Биркин. Биркин. У них есть дождевики. То есть, такие штучки. Вот их здесь два. И, собственно, цифра, по-моему, говорит о том, какой размер дождевика. Потому что у меня на других сумках другие цифры. Например, когда у меня был Биркин 35 см, там стояла цифра 5. В общем, я не буду разворачивать, потому что потом так компактно я его не сложу. Но у этой сумки есть дождевик. Именно в целях того, что если вдруг вы попали под дождь, это очень круто, особенно в путешествиях. Можно взять с собой один из дождевиков, он мало места занимает, чтобы не повредить кожу сумки. Потому что эта кожа, я знаю, что, по-моему, особенно кожа Эпсом, она чуть ли не волдарями покрывается такими от воды. Из-за нее попадает вода. Если ее сразу же не протереть. Если сразу протереть, ничего не будет. Дальше у нас есть папочка, собственно, с чеком. Ну, типичная вот эта. А, вот она выпала из своего конвертика. В общем, из конвертика выпала вот эта книжечка Эрмес, которая называется Ликвир Эрмес. Про кожу Эрмес, да. Наверное, там много какой-то информации. Как защищать, как ухаживать на большом количестве языков. Вот, в общем-то, вот это я называю подушечкой для сумки, да. Потому что сумка, собственно, имеет, в профиле имеет такую конус обратный, треугольную форму в профиль. Соответственно, более узкая часть лежит на подушечке, чтобы сумка не деформировалась. Ну, логично, да, потому что покупая такую сумку, вы хотите, чтобы она максимально долго имела практически новый вид. И долго вам служила, потому что такие сумки существуют уже, собственно, эта модель, которую сейчас увидите, она существует уже не первых десяток лет. И у многих эти сумки, особенно в Европе, в Японии, перешли к ним от мам, от бабушек. То есть, если эти сумки хорошо хранить и за ними ухаживать, любить их, то вы сможете такую сумку, собственно, завещать даже своей дочке или снохе, или любой другой девушке в вашей семье. Вот, собственно, пыльник. Вот и красота. Вот моя сумочка, прелесть моя. Это Келли Селье 25 см, кожа Эпсом с палладиумом хардбер. Собственно, Селье означает модель, которая сшита швами наружу. То есть, это жесткие Келли, как многих называют. Бывают, по-моему, даже Биркин и Селье. Если вы разбираетесь, если обращаете внимание, Биркина, они обычно все мягкие и сшиты швами внутрь. Но бывают Биркин и Селье, это очень большая редкость, по-моему, они достаточно дорого перепродаются. Для Келли это более распространенный вариант, он более желанный, потому что сумка более жесткая, она лучше держит форму. По-моему, она, в принципе, со временем лучше себя проявляет. Я, в принципе, раньше любила мягкие Келли, мягкие сумки Эрмес. А потом, когда у меня появилась первая сумка Селье, это была Келли 28 см цвели Blue Atoll, мне это очень понравилось. Она, конечно, такая более обязующая, обязывающая, скажем так, да, потому что она все-таки как такой чемоданчик, леди такая, баг, да. То есть она не очень релакс, не очень кэжуал, именно из-за того, что жесткая форма, более строгая в любом случае, да. То есть даже если говорить на профессиональном языке, да, имиджмейкеров, какие сумки вызывают, какие ассоциации подходят под какие стили. Вот такие сумки, конечно, они благодаря своей супер жесткой структурированной форме далеко не везде подходят. Но поскольку эта сумка, эти сумки, это вещь себе, да, они существуют как бы отдельно, в принципе, от всего образа, то я считаю, что они подходят практически ко всему. Почему голд? Потому что я, в принципе, очень люблю этот цвет. Я очень хотела рыжую сумку, у меня не было. У меня был голд Миркин 35 см, но это была большая сумка, с которой мне было неудобно, и я, собственно, ее недавно продала. Вот, решила инвестировать уже в модель, которая, я знаю, что мне очень нравится, 25 см. Все-таки у меня есть теперь Келли Мини, если вы знаете, вы можете посмотреть видео про распаковку Келли Мини. Я даже оставлю здесь ссылку на это видео. Но это все-таки такая блажь, маленькая, милая, но это не полноценная все-таки сумка. Идеальный размер для меня это 25 см. Достаточно маленькая, чтобы пойти в театр или ресторан, но достаточно большая, чтобы с ней даже провести весь день. Туда вмещается нормальный кошелек, бутылка воды, я не знаю, очки, какая-то косметика. То есть у меня, например, в эту сумку, поскольку я с ней уже ходила, с ней ходила на шопинг с клиенткой, у меня поместилось все, что мне нужно было, я говорю, и даже бутылка воды. В общем, продолжаем с распаковкой. Вот видите, у меня вот на этой штучке уже, например, нет пленки, потому что это самая подвижная часть, скажем так, часто используемая часть сумки. Поэтому там очень быстро пленка задирается, ее приходится снимать. Ну, собственно, войлочная вот эта такая штучка, прокладочка, которую кладут, чтобы сумка сама себя не травмировала металлическими деталями. Вот еще один плюс сумки селье, то есть более жесткой. Она, вот как бы даже если она открытая, она из нее ничего не вываливается, она не открывается вот таким большим зевом. Ну, во-первых, это маленький размер, во-вторых, как бы она жесткая. То есть я ее не застегиваю, могу не застегивать, могу носить ее вот так, и она все равно будет держать форму, и в принципе будет достаточно закрыт. Но я стараюсь обычно, когда я ношу эти сумки, делать хотя бы вот так, не застегивать до конца. Но многие девушки ходят просто вот так, типа это, наверное, какой-то особенный шик. Кстати, кожа Epsom, не то, чтобы я хотела именно эту кожу, но просто сумки селье, они чаще всего бывают в этой коже. Они более, самые распространенные. Цвет Gold, как я уже сказала, я очень люблю. Я объясню почему. Например, сейчас, да, хотела сделать такое сравнение. Для меня идеальный рыжий, это у бренда Leve. Вот, для меня это идеальный карамельный оттенок. Вот он, собственно, такой. Видите, Gold, он немножко такой пожелтее, но, в принципе, они достаточно близко. Вот, поэтому покупаю сумку Hermes и, в принципе, очень любя карамельные оттенки в сумках, я подумала, что для меня это будет идеальное решение. То есть я могу ходить вот так. Меня не смущает, что они отличаются по оттенку. Это, в принципе, все одна отца в орган. Потом, например, недавно я купила такой пояс, пояс Баско Эрика Кавалини. Сейчас попробую показать. Вот он тоже с рыжими кожаными деталями. Вот, и, в принципе, вот я тоже планирую с ним, вот, его надо просто застегнуть, чтобы было понятно, как он выглядит. Ну, то есть это такие просто два огромных кармана, которые нанизаны на коричневый кожаный ремень. Вот, собираюсь носить даже на вот это, кстати, трикотажное платье. Ну, собственно, вот и сумка. И, опять же, например, вот это платье, Жиль Сандер, у него такая коричневая прострочка. То есть я считаю, что эта сумка будет очень хорошо здесь смотреться. Почему Palladium Hardware? Может показаться немножко странно. Да, обычно сумки подобной цветовой гаммы, они лучше смотрятся золотой фурнитурой. Ну, во-первых, я, в принципе, не фанат золотой фурнитуры. Она для меня практически на любых сумках выглядит очень, это называю, имперской. Она такой вызывающей, вычурной, тяжеловесной. Я не против золотой фурнитуры, она есть у меня на некоторых моих сумках, но не на Hermes. Все сумки Hermes у меня с белой фурнитурой. И я, в принципе, ношу больше белые украшения. Я имею в белом металле, да, вот как бы у меня часы, какие-то колье, серьги. То есть для меня это больше такая распространенная история, более распространенная. И что я хотела сказать? Я забыла. В общем, я знаю, что золотые фурнитуры, они как бы ценятся больше, они, по-моему, продаются дороже. Но для меня как бы это не показатели, потому что они, кстати, чаще бывают золотой фурнитурой именно в этом цвете. Поэтому, когда я увидела вот такой вот доступный вариант, мой любимый цвет, который я искала, размер, который я искала, форма, селье и плюс еще серебряная фурнитура, я подумала, что эта сумка должна быть моей. В общем, продолжаем с распаковкой. Внутри у нас наполнитель такой достаточно тривиальный. В принципе, мне кажется, даже по сути шубову приходится с такими же штучками. Может быть, даже этой же фирмы. Вот. Помимо этого, здесь есть еще два маленьких пыльничка. Раз. И совсем маленький пыльничек. Два. Такой вот прям супер милый. Вот. Ну, вот, собственно, сама сумка, да. Здесь у нас один большой карман на молнии. И один большой карман вот такой вот просто, куда можно что-то положить, что надо быстро взять. Она вместительная, удобная. Ну, то есть, для меня это практически идеальная сумка. У меня вот сейчас идут внутренние дебаты, брать ее с собой в летний отпуск или нет. В первом большом пыльнике, а, я не показала ни в большом, но вот пыльник изнутри сумки, у нас находится плечевой ремень с карабинами. Вот. Сейчас, по моим ощущениям, я могу сказать, что стандартные ремни, которые идут к сумкам Келли, для меня длинноватые. Потому что, вы знаете, наверное, что к моей синей минике или к моей черной Келли 25 у меня есть такой широкий ремень. Многие его называют Амазон, но, по-моему, это неправильное название. У него какое-то другое название, такое разноцветное. Если вы посмотрите мои предыдущие видео про сумки Hermes, вы увидите этот пояс. У него длина 85 см, и он идеальный. Он достаточно короткий, он не скользит. Вот к этой сумке я планирую купить такой же ремень, но, соответственно, в цветах этой сумки. И в нашем маленьком пыльничке у нас находится, собственно, знаменитый замочек и ключик. Обратите внимание, что у мини Келли этих деталей нет. Я об этом не знала. Многие меня спрашивают, как носить. И ношу ли я даже... Вот у меня есть подруга, у которой есть Келли 25 в сером цвете. Сейчас я вот так попробую на коленке ее поставить. И она меня спрашивала, ношу ли я замочек с ключиком, не боюсь ли я за сумку. Я ношу. Мне кажется, это очень классная деталь. Как я его ношу, сейчас покажу. Во-первых, мы открываем замочек. Потому что по-другому его не снять с этого кожного ремешка. Продеваем ремешок. Сейчас мы его проденем. Сюда. В колечко, да, в основании ручки. Потом петельку продеваем, ключики продеваем сквозь петельку, на которой, собственно, должен висеть сам замочек. И замочек возвращаем на место. Замок у меня пока еще в пленках. Вот. Собственно, все. Теперь ничто никуда не денется. А, вообще, зачем я все это делала? Можно было и не делать, да? А, нет. Надо было делать, потому что, вот видите, я не могу... В общем, сегодня я немножко блондинка. Нет. Надо было все равно снимать замочек с петельки. Вот. И, собственно, с нового сумку носим вот так. Купила, как я уже сказала, я ее у любимого проверенного реселлера. Ну, скажем так, не очень дешево. Но это часть подарка, подарка на день рождения. Это такая big deal для меня, да? То есть вещь большого значения. И, знаете, я так просто рассуждаю в этом плане, что у каждого есть свои какие-то guilty pleasure. Как это сказать лучше по-русски? Ну, то есть какие-то удовольствия, да, которые мы понимаем, что они, может быть, не совсем хорошие и слишком дорого нам обходятся. Ну, в принципе, если ты знаешь, что ты это заслужил, если ты в какой-то момент понимаешь, что ты можешь себе это позволить, и это тебе доставит реально большую радость, больше, чем что-либо другое, да? Если говорить о материальных вещах, то почему нет? Я продала много других сумок, готовясь к покупке этой сумки. Так что для меня это, в принципе, была некая, как сказать, рациональная покупка, потому что я знаю, что буду носить ее много, часто я буду ее любить. А ценность этих сумок не сильно падает со временем, практически не падает, да, плюс если, например, цвет или размер или кожу снимут с производства, они становятся в несколько раз более редкими, еще более ценными. Это некий такой культ, да, то есть когда вы вкладываетесь в культ, это немножко другая история. Я понимаю, что для многих я сейчас могу звучать как сумасшедшая фанатичка, но, знаете, реально у всех как бы свои предпочтения, кто-то путешествует как ненормальный, и это очень круто, я надеюсь, что я тоже когда-то начну это делать, и, может быть, наконец, мне станут безразличные сумки, и я захочу больше посмотреть мир. Я хочу, я стараюсь это делать, но, может быть, не так часто, как многие. Кто-то коллекционирует, может быть, какие-то суперкарточки, как в Америке, да, или какую-то форму спортивно особых каких-то спортсменов, что тоже может стоить какие-то сумасшедшие деньги. Я люблю эти сумки, плюс это не просто коллекционная вещь, которая встанет на полку или аж в альбоме, это то, чем я буду пользоваться, то, что будет приносить мне положительные эмоции. Каждый раз, когда я буду ей пользоваться, поэтому для меня это, как бы, хорошее приобретение, классный подарок, я очень довольна. Например, моя черная Келли 25, которая уже, по-моему, 3 года. Каждый раз, когда я беру, я прям испытываю удовольствие, испытываю некую эйфорию. Но если какие-то вещи наставляют такую радость, то, конечно, я считаю, что они стоят покупки. Сейчас я с вами буду прощаться, и в продолжении следующее видео к этому видео будет небольшое видео, то, о чем просили меня многие, кое-что показать вам. Так что в ближайшие дни включайтесь, будет продолжение, связанное тоже с этой сумкой. Если есть какие-то вопросы, если вы хотите какие-то советы по поводу покупки или размера, или кожи суммы Кормес, пожалуйста, пишите в комментарии, еще раз напомню, подписывайтесь, Катя Кусе в Инстаграм. Всех люблю, целую, пока-пока!